Всем привет дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил. Доставайте ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Новый год, новая точка, которая находится у меня за спиной и старая, уже забытая, но такая любимая многими рубрика Шаверма Патруль. Вооружившись официальным приложением от Юрия Хованского, я отправляюсь в новое заведение CD-грильница, чтобы проверить, насколько они хороши и сколько звезд они выбьют в нашем рейтинге. Но пока что я закупаюсь, выпишите в комментариях, на какой день нового года вам новогодние столы, салаты, оливье и все прочее надоело и вы отправились, чтобы съесть горячую, сочную, свежую шаурму. Пишите в комментариях, не забывайте поставить лайк, погнали! Новая точка грильница, посмотрим, что там внутри. Здравствуйте, можно шаурму грибную Эль? Эль? Каким словом? Грибным. Так, посмотрим, таблетки. У нас как в ревизоре. Все, проверяем. Так, вода есть. Мыло есть. Полы чистые, бумага есть. Ну, в общем-то, все, нормально. Так, идем дальше. Здесь еще одна раковина. Все так, чисто, светло. Так, а что-то штука не работает. Сейчас она должна быть сенсорная, но что-то суть не то. И еще один кран. Сейчас руку помоем и пойдем в зал. Как оказалось, эта штука все-таки работает. Ну, короче, вот это так. Все, в полотенцах теперь все, пойдем. Заказ я сделал. Они говорят, номер заказа, он печатается на чеке. И его ждешь, как в Киевсе или в Бургер Кинге. Он на табло высвечивается, когда готов. Чай здесь по особой системе продается. То есть тебе дают стакан, как в Бургер Кинге. Стакан, идешь, набираешь в воду, чайник, пакетик и можешь наливать до тех пор, пока чай не перестанет завариваться. Еще я взял грибную шаурму. Грибная шаурма L за 189 рублей. Она же бывает четырех размеров. S, не помню, короче, какими буквами. Ну, в общем, как размер одежды, так и размеры шаурмы от маленькой до самой большой. Самый большой брать не стал, взял стандарт. Большая стоит 219, 189 и по убывающей, по-моему, 159 и, кажется, 119. Не помню точно, но, в общем-то, это и не важно. По приложению Шерма Патруль, эту точку я не нашел. Первая точка, которая в центре, она есть. Ее кто-то уже отметил. Там даже есть три отзыва, но здесь я буду первый. В первую открытку я добавлю эту точку в приложуху. Я решил долго не оттягивать, сразу ее расключать, показать вам, как она упакована. Упаковывается она в такую бумажную штуку. Ну, короче, бумажный конверт. Поставлю ее обратно. И таких пакетов и прочей фигни, из-за которой шаурма обычно промокает. Ну, не знаю, кому-то нравится, что в пакете все вот это вот стекает, но мне кажется, что лучше пусть она будет бумажной, но она не будет отсыревать, и лаваш будет сухой и как бы нормально держать свою форму. У нас три параметра, все официально, приложение. Три параметра. Вкус, сытность и, конечно же, атмосферность. Первая грильница, которая находится в центре на миру, набрала 4, в общем, почти 5 звезд. 4,75 примерно. Посмотрим, сколько наберет это. И приятного аппетита всем, кто собрался со мной на месте перекусить сейчас. Начинаем. Тест с первым укусом пройден. Смотрите, с первого же укуса мясо. Это грибная шаурма, у нее не совсем обычный состав. Я уже пробовал ее раньше в центре. Здесь по составу цыпленок, которые из маринованного куриного мяса, специально какое-то печенье делают. Я не знаю, как это делается, но он получается очень сочный и очень такой вкусный, замаринованный. Грибы, шампиньоны, лучок крымский, красный. И соус, соус грибной, даже, по-моему, двойной. И картошечка фри. Короче, это вкусная штука, очень прикольная. И самое главное, что начинки здесь много. В общем, по вкусу я могу смело поставить, ну, наверное, давайте сразу придем к оценкам, это смело пятерочка, потому что в этой шаурме они как-то сделали так, что здесь даже лаваш вкусный. Короче, лаваш имеет свой определенный вкус. И он смазан даже соусом. Вот так вот, между слоями лаваша. Есть соус. Но, как-то раз я брал ее домой, она у меня ночевала в холодильнике, на утро я ее взял, и она по-прежнему не размокшая, была сунула в микроволновку, и она стала, по-моему, только вкуснее. Короче, по вкусовым качествам, это, конечно же, 5 баллов. Смело. Что касается судна с тем, делаю пару укусов, чтобы сделать выводы. Поскольку параметр судна всегда идет в сравнении с ценой, то здесь 460... Сколько? 9. Ну, в общем, почти половина, полкило. 468-469 грамм. То есть почти полкилограмма за 189 рублей. Мне кажется, это очень даже нормально, потому что самая большая шаурма, которую я брал на обзорах, была 500, по-моему, 30 или 550 грамм в бычке. И она сейчас стоит, если я не ошибаюсь, 215, в общем, больше 200 рублей. Так что по параметру цена-вес, ну, то есть сытность, эта шаурма, я думаю, что тоже, ну, пятерочку заслуживает смело. Особенно очень это, что ингредиенты здесь сытные, прибов много, мяса много, соус тоже добавляет своего. Так что по второму параметру тоже 5. Я не знаю, ну, пишите, если вы бывали в грильнице, кто не наедался шаурмой, пишите в комментах ваши оценки по каждому из критериев. У меня пока что 5 и 5. Блин, как бы вкусно. Что касается самой грильницы, у них, по-моему, штук, наверное, 10 разных разновидностей шаурмы. Есть даже с ананасами, какая-то царская, какая-то еще, но царскую мы уже пробовали с вами в другом заведении. Вот, а с ананасами, конечно, было бы интересно, но я все-таки не могу оторваться от этой грибной. Как первый раз я попробовал, так всегда беру только ее. Не хочу рисковать, потому что, знаете, будет такое, что ты пробовал какую-то вещь, она тебе понравилась, ты вот ее любил, 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 потом пришел, попробовал что-то другое, и как бы, ну, тебе, например, не зашло. Вот, а ты уже, во-первых, поел, а во-вторых, уже заплатил. Так что, не знаю, напишите, какие, какая ваши любимые виды шаурмы из грильницы, какую шаурму вообще вы любите, с чем? Обычную, например, классическую, либо необычную, либо вот такую вот очень сытную, без капусты, без помидоров, без огурцов, без всякой фигни, или наоборот, какие-то вот такие вот очень сытные варианты. Мне в последнее время шаурма с капустой, с огурцами, с помидорами, это классика, она уже не очень привлекает, то ли приелась, то ли, не знаю, то ли из-за того, что у нее есть свой особенный привкус, послевкусие и запах. Короче, я больше предпочитаю вот такие вот варианты. Что же касается атмосферности, я вам сделал такую легкую проходочку по залу, прежде чем приступить к съемкам, но я покажу вот так. Вы же смотрите, это вторая точка, она открылась буквально недавно, и я вот приехал, чтобы ее и затестить, и попробовать еще раз их шаурму, и подснять для вас видос, потому что те, кто подписан на мой инстаграм, кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ссылочка появится сейчас вот здесь, либо вот здесь, подальше беру камеру, вот, там всегда выходят короткие видосы, обзоры выходят там быстрее, чем они появляются здесь, там каждый день выходит новое видео, иногда по два и даже по три бывает, так что переходите, там обзоры на гривнице уже есть, и обзоры, кстати, на ту точку, которая находится в центре, там очень атмосферное место, там древнее старое здание, историческое, с такими сводами, арками кирпичными, ну, в общем, очень круто, тяжелые деревянные двери, офигенно, но там всегда много народа так, что просто иногда невозможно присесть, ты сделал заказ, пока ждешь заказ, а готовят шаурму, кстати, не быстро, они готовят иногда минут 10-15, потому что очередь, у тебя, большая, много людей, ну, или я не знаю почему, но, короче, готовят минут 10-15 дольше, чем в обычной шаурме, может, они сразу поджаривают тебе цыпленка, именно для тебя, я как бы в кухне, она хоть открытая, но ее так не видно, вот, и пока ты ждешь, ты как бы смотришь, где бы тебе присесть, кого-нибудь подсиживаешь уже, подхожешь, спрашиваешь, если тут уже собирается, ну, как вы уже уходите, я тут займу местечко, вот, здесь же на этой точке места полно, места полно, есть мягкие вот такие вот диванчики там, есть вот такие вот барные стойки, я сижу в окне, там покровка, за мной кухня, короче, здесь более просторно, более уютно, так по-домашнему, для семейных, знаете, какие-то субботы, или воскресенья, можно, если вы с детишками, например, хотите куда-то двинуть, с друзьями, там посидеть, то это вот сюда, а в центре, это такой быстрый атмосферный перекус, в старом заведении, очень круто, и, но, как бы, ну, вы поняли, то есть приходится подождать иногда местечко, поэтому там место более атмосферное, но здесь более уютно, и если брать, что, ну, уют равно атмосфера, то, скорее всего, это тоже 5 баллов здесь, то есть атмосферы не так много, ну, такой, знаете, какой-то, прям крутой, вот, но очень уютное, очень такое, как бы, кафе, это отличается от всей этой шаурмы, в которой мы с вами бывали, где ларек, там, вертел стоит, да, какие-то стульчики, там, пластиковые из 90-х, здесь все очень цивильно, очень культурно, это как бы настоящее кафе, но, тем не менее, с нормальными, приемлемыми ценами, что тоже очень важно, шаурма за 189 рублей, соперничает в лед с шаурмешными ларьками по цене, конкурирует очень сильно, ну, и по качеству, по вкусу, выигрывает, по крайней мере, по моему мнению, не знаю, мое личное мнение, пишите в комментариях, где ваша любимая шаурма, в каких заведениях, в каких сетях, я обязательно отправлюсь сюда и по тесту, потому что, шаверма патруль возвращается на мой канал, будет почаще, а я предварительно перекусил, но вот сейчас сделал несколько укусов, и я уже начал поднаедаться, поэтому за сытность этой шаурме я поставлю тоже 5 баллов, короче, это пока что, по всем трем критериям идет 5, 5 из 5, кажется, это, кажется, это лидирующая шаурма, топчик нашего города на текущий момент, который может посоревноваться, пожалуй, с крафтбургером, крафтбургер мне очень нравится, я их очень люблю, ребята, вы классные, вот, но это тоже топовое место, которое, которое делает другие вещи, и вот, ну, как бы, я бы не стал их сравнивать, эти две шаурмы, шаурмы, но, как бы, это разные вещи, и обе они крутые, не хочу никого обидеть, так что, вот, дорогие друзья, 5 из 5, мы нашли это место, это, Покровки, в Красноярске, в центре, отправляемся дальше, в следующем выпуске, пишите, куда мне стоит отправиться, уже повторюсь эту тавтологию, где потестить, что именно пишите, какую шаурму, с чем, какие-то добавки, может, какие-то необычные штуки, все это я жду от вас в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, проверьте, нажат ли у вас колокольчик, на кнопку подписаться, потому что я знаю, что нажат не у всех, и более 50% из вас смотрят мои ролики, не подписавшись на канал, камон, ребят, это так не очень, подписывайтесь, лайки, комменты, жду вас на этом же самом месте, буквально через несколько дней, после того, как я вернусь с дня рождения от Руслана Гительмана, будет много всякого контента у меня в инстаграме, всего вам доброго, до скорого.